Добрый день, дорогие подписчики канала Музея Моды. Приветствую вас от имени Первого Государственного Музея Моды, который занимается исследованиями в области моды и дизайна, проводит выставки, лекции, культурно-просветительские мероприятия под руководством директора музея, обладательницы титула Мисс Вселенная, автора книг о моде и стиле, телеведущей и певицы Оксаны Федоровой. Сегодня мы с вами поговорим о десятилетии ревущих 20-х. Мода циклична. И сегодня, в 2020 году, интересно вспомнить, какими были ревущие 20-е. Самое яркое десятилетие 20-го века между двумя мировыми войнами. Сегодня мы с вами поговорим о том, какие ноу-хау появились в 1920-х годах. И первое, о чем стоит упомянуть, это, конечно, длина юбок. После Первой мировой войны женская эмансипация окончательно укоротила длину юбок, отменила корсеты, одела женщины в брюки и даже ввела в моду открытые купальные костюмы, что еще каких-то 20-30 лет назад было просто немыслимым. Только представьте, во второй половине 19-го века мужчинами всерьез велись разговоры о том, можно ли женщине играть в бомбинтон или это недостаточно прилично. А в 1920-х и мужчины, и женщины надели обтягивающие трикотажные купальные костюмы, которые показали все, что раньше было скрыто. Сегодня мы носим юбки длиной 3 четверти, как само собой разумеющееся. Мы носим юбки любой длины. И прикрывающая колени юбка сегодня до сих пор продолжает оставаться актуальной, как и сама стилистика арт-деко, стиля, который царствовал в Европе и Соединенных Штатах как раз в 20-е годы. Силуэты очень многих, особенно коктейльных современных платьев, похожи на аутентичные образы эпохи арт-деко. Правда, в 20-х такие платья было принято дополнять длинными нитками жемчуга или другими украшениями, а также шляпками клош, которые сегодня, конечно, уже не в моде. Одно из первых брюки в 20-х надела Куко Шанель и звезды кинематографа. Однако, конечно, они были не единственными, кто оценил удобство изначально мужского предмета гардероба. Правда, в 20-х брюки носили преимущественно на отдыхе, либо во время тяжелой работы, по сути, в виде рабочей одежды, или же для создания определенного образа, например, сценического, как в случае с артрисами или фотомоделями тех лет. При этом, та же великая мадемуазель Куко Шанель носила брюки только на отдыхе, на курортах или в качестве вечернего варианта пижамного костюма из шелка, который вы видите сейчас на этом слайде. Сегодня мы с вами тоже носим пижамные костюмы. А во время самоизоляции носили и пижамы. И теперь вы знаете, что женщины отрыли их для себя 100 лет назад. И, кстати, если вы ездили во Францию до 2008 года и носили там брюки, знайте, что вы немножко нарушали французский закон, который на законодательном уровне запрещал дамам носить этот изначально мужской предмет одежды. Конечно, этот запрет давно был анахронизмом, но чисто номинально он был отменен только в 21 веке. В стиле ревущих 20-х написаны романы Фрэнсиса Скотта Фитт-Жеральда «Ночь нежна» и «Великий детсби». И, кстати, в последней экранизации «Великого детсби» 2013 года, где главного героя сыграл Леонардо Ди Каприо, мода этой эпохи показана просто изумительно. Хотя все образы для женских ролей этого фильма создавались не по копиям оригинальных костюмов этого времени, а интерпретировались художниками-дизайнерами модного дома Прада. В 1922 году во Франции вышла повесть Виктора Маргерита «Ля Гарсон», по доименованию которой был назван и новый стиль женщины-мальчика – тонкой, длинноногой, с плоской грудью, узкими бедрами и короткой стрижкой. В моду вошла худоба, и женщины, конечно, не все, но многие, впервые за всю историю красоты начали осознанно и коллективно бороться с лишним весом. И это еще одно нововведение, которое появилось в 20-х, и сегодня продолжает сохранять виртуальность, несмотря на бодипозитив. В моду также вошел спорт. Женщины начали активно осваивать виды спорта, раньше доступные только мужчинам, такие, например, как теннис, гольф или плавание. И не случайно, что именно в это десятилетие большую популярность получили костюмы тройки из джерси, состоявшие из свободного кардигана, пулловера и юбки длиной 3 четверти, прикрывающей колени. На протяжении последних нескольких сезонов нашего времени трикотаж тоже очень актуален, но не образца 20-х, конечно, а более поздние его реинкарнации, относящиеся к 70-м годам. Собственно, 1970-е вообще очень активно представлены в силуэтах и акцентах нашей сегодняшней моды. В 1926 году уже упомянутая Coco Chanel создала вязаные костюмы для плавания и свитеры для гольфа и тенниса для балета Жанна Кокто сезонов Сергея Дядилева «Голубой экспресс». А в следующем, 1927-м, ее основная конкурентка по странице модных журналов, Эльза Стиапарелли, представила свой знаменитый свитер с бантом, выполненный с эффектом рисунка тупым карандашом. Сегодня такими свитерами никого не удивишь. Но во второй половине 1920-х годов это было настоящее событие. Эльза Стиапарелли начала работать с трикотажем в начале 1920-х и создала свою первую трикотажную коллекцию в 1922 году. А в 1927-м в американском Кливленде открылась фабрика по производству высококачественных трикотажных свитеров. Трикотаж носили на отдыхе, во время занятий спортом, а иногда в дневное время. А вечером Европа и США отплясывали Чарльз Стон, которому прекрасно соответствовали тонкие платья с бахромой, вышивкой стразами, блестками, бисером, отделкой кружевом. Эти платья и декор переливались и играли в электрическом свете, а бахрома двигалась в ритме ультрамодного танца. В собрании нашего музея есть несколько платьев этого периода. В том числе это платье цвета увядшей розы из очень тонкого шелка и кружева с яркой деталью на заниженной талии, которую вы видите на этом слайде. И, кстати, заниженная талия и неровные края платья – очень характерные черты времени 1920-х. Танцевали в туфельках на достаточно устойчивых, не очень высоких каблуках, надежно припившихся к ножкам, ремешком или несколькими. Туфли для вечеринок в стиле великого детсби в 1920-х также были очень декоративны. И даже каблуки декорировались очень ярко, часто стразами, которые сверкали как бриллианты во время танца, и переливались. В отличие от всех предыдущих эпох, когда белая кожа была признаком аристократизма, в 1920-х появилась мода на загар, а также на ярко накрашенные губы глаза, манитюр и блестящие здоровые волосы. Загар больше не считался чем-то зазорным и свойственным лишь беднякам. Даже напротив, он стал признаком финансового благополучия и здоровья. В 1920-х летний оздоровительный турист стал нормой, почти как в нашем недалеком прошлом в 2000-х, когда женщины и мужчины осознанно работали над загаром целыми днями. Самыми модными местами для летнего оздоровительного отдыха были французская Ривьера и Рот-Айленд в США. Причем на Ривьеру, а именно в Канн, Фреджюс или на Антибе. Отдыхающие приезжали в голубом экспрессе, роскошном сине-золотом поезде, украшенном вербами. Этот люксовый поезд выходил из Толе, делал большую остановку в Париже и отправлялся на юг Франции, везя туда своих изысканных и обеспеченных пассажиров. Собственно, в честь этого поезда Жан Кокто и создал спектакль «Долубой экспресс». Но что интересно, до середины 20-х девушки почти не плавали, хотя купальники уже носили и с удовольствием загорали под жарким средизнаморским солнцем. Плавание вошло в моду чуть позднее, после того, как Гертруда Эдерле, американская пловчиха, которую вы видели на одном из предыдущих слайдов, выиграла золотую медаль на летних Олимпийских играх. В 1921 году на западном рынке появился новый уникальный запах – знаменитые духи «Шанель номер 5». Селективный аромат на основе лимона, жасмина, бергамота, розы, илан-кланга, мускуса, ветивера и сандалового дерева, созданный парфюмером-эмигрантом из Российской империи Эрнестом Бо. В этом аромате инновационным было многое. Во-первых, сама селективность состава и невозможность сразу определить основную ноту аромата. До этого представленные на рынке ароматы имели ярко выраженный запах – розы, ландыши и тому подобное. Но ни Эрнест Бо, ни Шанель не собирались подражать природе. Они хотели создать принципиально новый и даже противоречащий природе аромат, который должен был ассоциироваться с ароматом женщины, а не цветка. Другим важным отличием «Шанель номер 5» было простое название – номер 5. Хотя в это время популярностью пользовались многосложные и почти поэтические наименования в стиле аромат фиалки, сорванный на расцвете на самой высокой точке западного склона. Шанель отказалась и от сложных названий, и от декоративного флакона. Аромат «Шанель номер 5» был прост по названию и по форме, но совершенно роскошен внутри. Ну и как вы, наверное, знаете, в 20-м столетии именно аромат «Шанель номер 5» был самым продаваемым в мире. Ежеминутно эти духи кто-то покупал. Его обожали легендарные женщины прошлого века, такие как Мэрилин Монро и Катрин Денев. В собрании нашего музея хранится родственный «Шанель номер 5» аромат – «Красная Москва». Вы можете увидеть его на виртуальной выставке «Цветы и принты», ссылку на которую мы постараемся оставить под этим видео. Эти ароматы действительно очень дальние родственники, поскольку они оба созданы на базе аромата духи императрицы, над которыми когда-то работала команда парфюмеров, в числе которых был и Эрнест Бо. Бутет императрицы разрабатывался в том числе и Эрнестом Бо. И как можно догадаться, эти духи предназначались для последней императрицы из дома Романовых – Александры Федоровны, жены Николая II. Вообще сама эстетика употребления духов в 20-х кардинально изменилась и стала гораздо более откровенной, чувственной и даже невоздержанной. Капелька аромата на бастистовый платочек, отделанный кружевом – такого больше нигде не было. Теперь духи носили во фляжках и даже окунали в них сигареты. В советской России не было стиля ар-деко, но была эпоха НЭПа, имевшая свои стилистические особенности, близкие к эстетике западного мира, но все же спорректированные. И к концу 20-х стиль НЭПа постепенно сошел на нет, как политически ненадежный и даже тлетворный. А женщин, одетых в этом стиле, начали изображать противоположными нравственности и морали нового советского образца. Эллочка-людоедка из знаменитого произведения Ильфа Петрова «12 стульев» – самый яркий представитель девушки этого времени, ориентированной на Запад. В нашей же стране активно развивался конструктивизм, который проявлялся не только в искусстве, но и в одежде. Молодое правительство коммунистической страны назвало визуальную культуру любого типа и жанра национальным продуктом, который должен был воплощать партийные идеи и пропагандировать новое мышление и мировоззрение, что гармонично соотносилось с мечтами конструктивистов о том, что ни один работник культуры, будь то художник, писатель или поэт, не должен работать в отрыве от общества и без понимания, зачем и для кого он создает ту или иную вещь. Художницы 20-х годов, Любовь Попова и Варвара Степанова, объявили войну Мольбертом и решили нести искусство в массы с помощью современных достижений промышленности. В 23-м году эти две удивительно талантливые женщины возглавили проектную группу первой сиценобивной фабрики в Москве и занялись созданием нового дизайна ткани. Попова работала в стиле супрематизма и даже трансформировала политический символ СССР, серп и молот, в весьма оригинальный авангардный узор. Степанова больше любила графические элементы и простые фигуры – пруг, треугольник, квадрат. Обе не раз участвовали в обсуждении проза одежды, писали работы по теории моды и распространяли свои идеи в конструктивистском художественном журнале «Лев». Сами авангардисты считали, что их наряды созданы для каждой крестьянки из Тула, а их противники, наоборот, утверждали, что их творения слишком элитарны и интеллектуальны и подойдут разве что даме с Кузнецкого моста. Сегодня можно сказать, что правы были все-таки вторые, потому что конструктивисты идеи Поповой и Степановой, их оригинальные, авангардные, смелые и очень актуальные для своего времени принты и ткани, могли понять, принять и использовать женщины со вкусом и образованием, способные оценить художественный уровень этих без преувеличений великих и значимых для искусства и культуры произведений XX века. Увы, уже в 1924 году Попова умерла от скарлатины, но Степанова с мужем Александром Родченко приняли участие в международной выставке 1925 года с проектом рабочего клуба многофункционального социального пространства для граждан новой свободной страны. В 1925 году в Париже прошла международная выставка декоративных искусств и художественной промышленности, с которой, по сути, начался официальный этап стиля ар-деко, хотя официальное название этому стилю было дано гораздо позже, в 60-е годы. На этой выставке, помимо прочих, было павильон СССР, созданный архитекторами, художниками и мастерами молодой советской страны. Пространство новой идеологии и нового мышления. Вы сейчас тоже видите его на этом слайде. 10 июня 1925 года состоялось торжественное открытие советского павильона, в котором приняли участие посол СССР во Франции и министр культуры Франции. По воспоминаниям Родченко, церемония открытия вылила стихийный митинг французских рабочих, которые встречали посла СССР Красина возгласами «Да здравствуют советы!» и «Интернационалам». И на этом я, пожалуй, закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Надеюсь, вам было интересно послушать эту небольшую онлайн-лекцию. Обещаем выпускать новые лекции почаще. Постараемся разместить под этим видео ссылки на виртуальные экскурсии и виртуальные выставки нашего музея. И будем рады видеть вас на наших следующих онлайн-лекциях. И будем надеяться, что скоро сможем с вами увидеться и в музее моды после окончания карантина. Всего доброго! С вами была Полина Уханова, начальник научно-просветительского отдела музея моды. Спасибо за внимание и до свидания!